Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В усиленном режиме коммунальные службы убирают выпавший снег. Здесь сейчас уже в течение часа мы закончим, перейдем уже на другие участки. Что повышает риск возникновения пожаров в зимнее время. Наиболее часто были пожары, это, естественно, жилые дома, бани. Молодая семья получила свидетельство на право улучшения жилищных условий. Хотели, конечно, трехкомнатную, ну а там как банк нам, как у суммы, соответственно, одобрит. В усиленном режиме с минувшей ночи трудятся коммунальщики Ленинского городского округа. К утру снежный покров увеличился на 10 сантиметров. Это примерно 20% от месячной нормы осадков. И по прогнозам синоптиков, снег будет продолжать идти еще как минимум до выходных. Наша съемочная группа наблюдала за работой коммунальных служб. Порядка 400 сотрудников Дорсервиса вышли на работу. У многих руководство попросило помочь в уборке снега в свой выходной. Работа ведется в круглосуточном режиме. Территория обслуживания у предприятия немалая. Это все муниципальные автомобильные дороги Ленинского городского округа, путепроводы, мосты, внутриквартальные проезжие части, детские и спортивные площадки, скверы, зоны отдыха, пешеходные дорожки. С 4-5 поселений с 6 часов начали уборку ручные работники, то есть дворники, ну и, соответственно, техника. Порядка 40 единиц. Порядка 30 единиц техники вышло на уборку дорог автомобильных. Сотрудники Дорсервиса с пониманием относятся к тому, что работы прибавилось в разы. Начинаем с главных улиц и идем дальше по всем остальным, по Советской, по ПЛК. Вот сегодня чистим пока с площади начали, но снег идет весь день. Здесь сейчас уже в течение часа мы закончили, перейдем уже на другие участки, так как снега много, поэтому будем стараться делать побыстрее. Кроме уборки, дорожники обрабатывают проезжие части реагентами. Буквально за сутки израсходовано порядка 16 тонн противогололедного реагента, 40 тонн песко-соляной смеси, а также уже вывезено около 300 кубометров снега на снегосвалке. На 10 часов утра сегодня было использовано 220 тонн песко-соляной смеси для обработки автодорог, с которых уже вывезено 700 кубометров снега. Трудятся и сотрудники УК ЖКХ. Сотни дворников расчищают тротуары, подходы к домам и социально значимым объектам. Все наши службы приведены с 5 часов утра, все дворы полностью начали выщищаться с 5 часов утра, так как по распоряжению губернатора Московской области и Алексея Петровича Спасского у нас приведена обоевая готовность, а именно ранняя очистка дворов. Поэтому, вы как видите, мы идем в пользу ногой с дорсервисом, который нам предоставляет технику для прочистки выездов дворов при домовой территории и для прочистки от снега также социально значимых объектов Почта России. Очень много снега, потому что за ночь замело, но видно, уже расчищают нормально. К данному моменту уже дороги все чистые, тротуары потихоньку уже очищаются. Не везде, но уже более-менее службы работают нормально. Ну а в усиленном режиме коммунальщики будут работать до прекращения осадков. Татьяна Брылоу, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Сугробы за окном для многих повод подумать, а стоит ли лишний раз вообще выходить из дома. С наступлением морозов жители муниципалитета стали чаще использовать электрообогреватели и топить печи. Однако это не всегда делается по правилам, из-за чего возрастает риск возникновения бытового пожара. В Ленинском городском округе за время новогодних праздников произошло 15 пожаров. Сейчас с наступлением сильных морозов есть высокий риск увеличения этой цифры из-за усиленного обогрева жилых помещений. Наиболее часто были пожары – это, естественно, жилые дома, бани, сгорел автомобиль один в поселке Владарского. Жители частных домов в это время года обычно топят печи и бани. Сегодня в МЧС предупреждают – использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига ни в коем случае нельзя, так как это часто становится причиной возникновения пожара. Печи должны соответствовать всем необходимым требованиям, не иметь никаких трещин. Если горючая поверхность перед топкой из сгораемых материалов, то необходим обязательно предтопочный лист, который должен быть не менее 50 см на 70 см. Между окончанием топки печи и сном следует подождать два часа. Нужно убедиться, погас ли растопочный материал и не поступает ли в помещение угарный газ. Жителям квартиры эти вещи не страшны, однако электронагреватели тоже не самая дружелюбная вещь. Их ни в коем случае нельзя накрывать, а также подключать к нагруженным удлинителям. Оставлять радиаторы без присмотра тоже небезопасно. Приборы нужно покупать в обязательном порядке сертифицированные, которые имеют автоматическое устройство отключения в случае нагревания, чтобы не использовали никакие самодельные нагревательные приборы, выдерживали расстояние от нагревательных приборов до сгораемых элементов. Сотрудники МЧС в это время года часто проводят профилактические рейды, напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и раздают памятки. В условиях понижения температуры эта работа усиливается. Особое внимание уделяется жителям старых домов, в которых используется печное отопление. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В Ленинском городском округе стало на одну счастливую семью больше. Новогодний подарок получили супруги из поселка Мещерина – Лидия и Руслан Лобода. Заместитель главы муниципалитета вручила им денежный сертификат для приобретения собственного жилья. Подробнее в сюжете Юлия Погасьян. Сейчас супруги Лобода с двумя маленькими детьми ютятся в 17-метровой комнате коммуналки. А благодаря сертификату они смогут приобрести целую квартиру. Такая возможность предоставилась в рамках государственной программы «Жилище». С большой радостью и волнением, вот рука трясется, я вручаю вам вот этот сертификат. Ну, наверное, папе, да? Спасибо вам большое. А маме сейчас букет вручим. С декабря того года, 2019 года мы занимались этим сбором документов и ездили постоянно. И уже у меня Руслан тоже говорил, да уже все, говорит, я уже больше не могу. Ну, ничего, мы добились. Добились своего все-таки. Точно? Ну, будет отдельная спальня у родителей. Это будет точно. Живя в одной комнате, приходится спать всем вместе на одном большом диване. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение семи месяцев. За этот период семья должна выбрать квартиру и оформить все документы с банком. Сумму сертификата в размере чуть более миллиона шестисот тысяч рублей. Супруги Лобода внесут в счет погашение ипотечного кредита. Хотели, конечно, трехкомнатную. Ну, а там, как банк нам какую сумму, соответственно, одобрит кредит, от этого и будет зависеть уже. Да, хотелось бы в развилке. Участниками государственной программы «Жилище» могут стать семьи, попадающие под следующие критерии. Возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет. Наличие постоянной регистрации на территории Московской области, признание семьи, нуждающиеся в нехватке жилой площади, возможность супругов выплачивать ежемесячные платежи по ипотечному кредиту. Воспользоваться государственной программой могут и неполные семьи. Деньги, которые идут за сертификатом, ну, это еще не вся квартира. Но, во всяком случае, это больше ее часть. Я от всей души сегодня желаю молодой семье, чтобы они как можно скорее прошли этот путь и приобрели новую красивую квартиру. Замечательный совершенно городом, сегодня муниципалитетом вот этот осваивается проект. И пусть впереди еще будет много-много таких счастливых дней. Улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты молодая семья может лишь единожды. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Красота зимней природы всегда вдохновляет людей на творчество. Многие фотографируют, кто-то пишет стихи и рассказы. Конкурс «Чародеи», который проводит Центральная библиотека, – это прекрасная возможность показать свой талант широкой публике. Принять участие в нем может любой желающий. Зима нечасто балует нас погожими деньками. Для прогулок слишком холодно, да и темнеет рано. Так чем же заняться долгими зимними вечерами? Сотрудники Центральной библиотеки предлагают окунуться в творчество и принять участие в конкурсе «Чародеи». Конкурс мы затеяли для того, чтобы все-таки немножечко расшевелить сейчас народ. Сейчас зима, все замерзли. Но, тем не менее, даже кто сидит по домам, все равно очень много у нас в городе творческих людей. В конкурсе три номинации – проза, поэзия и фотография. Главное условие – все они должны быть на зимнюю тематику. Что касается прозы, значит, это может быть какая-то рождественская история, рассказ. Это может быть какое-то эссе, новелла. Ну вот все, что касается зимней темы. Может быть, даже какое-то красивое описание природы. Ну, конечно, желательно, чтобы это была история, потому что истории всегда читать интереснее. На сегодняшний день уже 22 участника. Ведновчанка Оксана Воротынцева начала писать стихи еще в детстве. Позже увлеклась прозой. Ее произведения были опубликованы во многих газетах и журналах. Вообще слово «конкурс» это уже захватывает. Всегда любила где-то участвовать. А это решило, вдохновило меня зимняя погода, снег, написать рождественские рассказы. Две сказки и один рассказ. Стоит отметить, что в конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 лет и не обязательно проживающий на территории нашего округа. Мы сделали открытый конкурс для того, чтобы немножечко расширить границы. И, возможно, нам будут присылать, и уже начали присылать, работы с разных городов. И даже есть парочку работ с Украины. Работы будет оценивать жюри, в составе которого члены Союза писателей, профессиональные художники и фотографы. У нас очень такая задумка масштабная на самом деле. Мы хотим из 10 лучших работ прозы, из 10 лучших стихотворений, из 10 лучших фотографий создать виртуальную книгу. Она будет делаться на площадке РДРО. У нее будет обложка, все, то есть настоящая книга, которую можно будет в электронном носителе почитать. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету на сайте учреждения, а свои произведения отправить на электронную почту. Также авторы могут сами принести их в Центральную библиотеку ежедневно, кроме понедельника. Работы принимаются до 1 февраля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Отправиться в музыкальное путешествие по всему земному шару и узнать, как празднуют Рождество в разных странах, удалось всем присутствующим на концерте в Развилковской детской школе искусств. Мероприятие под названием «Рождественские встречи» проходит здесь в седьмой раз. Юным артистам аплодировала и наша съемочная группа. Славной традиции рождественских встреч уже 7 лет. Родилась она еще в старом здании детской школы искусств. А с открытием нового проводить эти мероприятия стало комфортнее. Большая сцена, профессиональное музыкальное оборудование, свет – все это позволяет сделать выступления красочнее и масштабнее. Конечно, в этом году из-за пандемии зрителей, да и участников меньше, чем обычно, но праздник удался. Каждый год у нас проходит совершенно по-разному освещение. У нас была сказка о красоте, у нас был просто рождественский обряд, у нас была библейская история. Каждый год меняется сценарий, но вот сегодня почему-то нам захотелось, может быть, потому что мы все сидим по домам, и может быть, потому что мы не можем никуда поехать, мы решили рассказать вот сегодня немножечко о других странах. Не покидаясь стен школы искусств, зрители побывали почти во всех уголках земного шара. Армения, Китай, Италия, Ирландия, даже далекая Мексика. И традиции празднования Рождества в этих странах. Открылся концерт известным музыкальным произведением «Авы Мария». Участница ансамбля Анна Голева признается, что это одна из самых трогательных мелодий, и скрипка прекрасно передает все ее оттенки. Вообще, этот музыкальный инструмент – давняя любовь девушки. Когда в первый раз была маленькая, ходила на концерт, увидела, понравилась, услышала музыку, захотела. Было прям такое желание, трясла маму, чтобы отвела. Отвела. Не пожалела в выборе, довольна? Не, не пожалела. В программе «27 номеров» показали свои таланты более 90 юных участников, среди которых воспитанники всех четырех отделений ДШИ – хореографического, музыкального, изобразительного и театрального искусства. Виктория Ушакова в течение всего выступления с легкостью держала внимание зала. Девочке всего семь, но планы очень масштабные. Мечта – стать хорошей актрисой. Рождественские встречи стали своего рода отчетным концертом по итогам первого полугодия. Для ребят это отличный творческий импульс на их пути к музыкальному Олимпу. Китаянка Гао Тун занимается в ДШИ по классу фортепиано, а дома с мамой совершенствует владение китайским народным инструментом гуджен. Принять участие в концерте для нее большая радость, ведь Рождество – один из ее любимых праздников. Для нас это семейный праздник, и мы всегда ждем его. Руководство Детской школы искусств уверено, что проводить рождественские встречи будут и дальше, и еще ни одно поколение учеников сможет принять в них участие. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова